Книги необходимы слепым больше, чем зрячим. Они дают им представление об окружающей действительности, открывают область чувств и явлений, связанных со зрительным восприятием мира. Книги полностью сохраняют все богатство мыслей и образов и наряду с музыкой воспринимаются незрячим человеком с той же полнотой, с какой и до потери зрения. Другое дело – живопись. Понять ее слепой человек может лишь по описаниям зрячих, таково устоявшееся мнение. Художник Георгий Кузаков предлагает до своих картин дотронуться руками, считая, что техника рельефного изображения поможет понять художественный образ даже тем, кто не видит. Это снежный пейзаж со снегом, и дорога, ведущая в деревню, там за поворот, за собор она уходит. И там на заднем плане занесенные снегом стоят домики. Еще дальше – это горы за Енисеем. Ну, как бы Енисея не видно, но за деревней там еще горы. Это пейзаж, наш красноярский, сибирский пейзаж. Я понял, что художник может сделать вот что-то такое, чтобы мир восприятия, который нас окружает, для вас был более доступен, более интересен, может быть. В Красноярском крае незрячих людей более шести тысяч, в Красноярске свыше трех. Одни тотально слепые, не видят самого рождения. Другие потеряли зрение в детстве, третьи уже взрослыми людьми. Они живут, учатся, работают, создают семьи, обзаводятся детьми, читают книги, поют песни, пишут стихи. Они создают вокруг себя мир, в котором чувствуют себя нормальными людьми. Ведь, лишившись зрения, в остальном это вполне здоровые люди. Они не хотят замыкаться в стенах своих квартир, они хотят интегрироваться в общество, в котором живут. Художник Георгий Кузаков один из тех, кто решил им в этом помочь, создав проект, который назвал «Новый взгляд на мир». В один из дней, когда по понедельникам выставочный зал не работал, пришел парень, афганец, он ветеран, а у него сын инвалид, инвалид по зрению с рождения. И вот когда мальчик вошел в зал и начал смотреть, изучать то, что на этих картинах изображено, и начал мне рассказывать, что он видит. Я это называю «увидел». То есть я для них открыл глаза по-своему. Тогда я на основе этого опыта позвонил в общество слепых и пригласил их на выставку. Вот тогда у меня родилась идея, что можно дать восприятие мира окружающего, не только то, что можно вокруг себя, а еще как-то через образы, через произведения. На что похоже облака, спросил меня мой сын слепой. Я бы объяснил тебе, ну как, ведь ты не видишь ничего. Ну объясни хоть как-нибудь, я, как и все, хочу все знать. А правда, что они плывут и могут быстро исчезать. Да, это правда. Облака бывают разные, сынок. Вот это будто бы река, а это сено, пышный стол. Но дети, даже если они незрячие, всегда дети. Особенно, когда открывают для себя мир. Они не могут его видеть, но могут представить. Они познают его руками, которые заменяют им глаза. Их учат ориентироваться в мире, о котором они должны многое знать. Это что было у нас? Наша школа, да? Это дом. Вот он как бы закрывает, да, от улицы. Крышу давай на место нашу. Вот, например. Эти рисунки и поделки сделаны руками незрячих и слабовидящих детей. Этим дети не просто занимают свое свободное время, этим они лечатся. Все знают, что незрячий человек и видит руками. Поэтому главное для незрячего ребенка развивать мелкую моторику. Через тактильное восприятие учиться не только читать, но и свободно передвигаться в пространстве. Рисовать они тоже пытаются, хотя это и очень тяжело. Самая большая проблема – отсутствие цветопонимания. Сегодня существуют методики, которые учат детей определять цвет по фактуре. Оказывается, каждый цвет на ощупь разный и вызывает разные ощущения. Каждый из этих детей может многого добиться, но природа очень сильна в удержании недостатка. И многое зависит от самого ребенка, от его желания, силы воли и, конечно, любви взрослых, которые должны в них воспитывать стремление ничем не отличаться от других. Волна – это самое простое, что им сегодня доступно. Нарисовать радугу не смогут даже слабовидящие дети. Гасающее зрение четко способно воспринимать только два цвета – зеленый и синий. И может случиться так, что не станет и их. И к этому надо быть готовым. Надо спешить. Спешить открывать для себя мир. Нам, зрячим, нужно понять, что слепота – это не блуждание в темноте, это жизнь без зрения. И надо помочь им жить. Не жалостью, не состраданием, а конкретным делом. И верой, что при желании они могут многое преодолеть. И даже увидеть невидимое. Выставка художника Георгия Кузакова, на которую ветеран привел своего незрячего сына, была посвящена воинам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане. И носила она странное для белых картин название – «Цветные сны». Уж в сотый раз я вижу этот сон, и нет живых уж родного Бориса. И не дошло прощальное письмо до Лены, Любы, Иры и Ларина. И нет живых ребят из группы боевых. Зайдулина, Сайдашева и башень от Редкозубова и Волгина со мной, и Абдулаева в рядах уже нет наших. А мне их лица видится в ночи. Пред выходом в строю стоят и едино. Я за Сайдашевым бегу во сне по минам и тычет в боксу круга, не кричит. А я никак проснуться не могу. Стараюсь оторвать сгоревшего стрелка с сиденья раскаленного дыру. Уж загорелась левая рука. Наверк, видать, назначена с тех пор, как в госпиталь попало и по весне. Мне колесить по серпантинам гор и пятитысяченьки покорять во сне. И вспоминать Саланга, Белый снег, где я друзей оставил в бою. Я помню дорог и живых для пообщения командов в быт-требе. Но не сотрется в понятии Толсон, как вопреки душманам и ветрам, горнострелковый третий батальон на вечное сезон Саланга. Почему сны? Потому что это реальная нереальность. Ведь в ней предметы находятся те, которые в природе такие иногда даже не бывают. Потому что это из области тех воспоминаний, которые снятся по ночам. И задача у меня как раз была такая, чтобы сосредоточить, найти художественный образ в каждой работе, чтобы там была точка отправная, которая раскрывала смысл не только холста, но и всей выставки. И в каждом названии есть цвет, в названии. Скажем, синяя, многолуния, красный яр. Черный тюльпан. Голубые береты. Аленький цветочек. Оранжевый песок. Это все цвета, которые составляют спектр. И когда их все вместе смешать, как бы и крутнуть, то они получатся белыми. Символика белого цвета существует в необычайно широких пределах. От начала новой жизни до смерти. От абсолютной пустоты до духовной высоты. С древности человечество мечтало разгадать загадку этого цвета. Белый цвет выражал представление о райе, символ правды и очищения. И, конечно, белый цвет – это цвет зимы. Цвет является средством, которым можно влиять на человеческую душу. Рука художника приводит ее в вибрацию. Но почему для написания своих работ Юргий Кузаков отдал предпочтение исключительно белому цвету? Белый цвет, он очень многозначен. Во-первых, это цвет невинности. Это вот те мальчишки, которые уходили туда, за речку, как называется. Они уходили мальчишками из школ, в основном, из школы. Это цвет невинности, это белый цвет, цвет ваты. Это в то же время цвет бинтов. Белый цвет. Это цвет дома, допустим, соборы белые. Это цвет России тоже. Я посчитал, что оно больше еще заставляет зрителя задуматься. Ведь художник еще работает для того, чтобы зрителя взволновать и дать ему возможность самому еще добавить в картине своего. И вот я даю возможность каждому ввести свой цвет, как он это видит вот в этой картине. Чистый холст, он называется лилово-фантомная тишина. Чем дальше от событий, скажем, вот мы забыли Кубу, Вьетнам, Лаос, чем дальше от событий, тем больше нас нарастает тишина. Фантомное нарастание тишины. И мы стараемся забыть. Потому что эта проблема, она нас как бы не касается каждого, но в то же время касается вообще всего общества. Потому что сейчас, если призывают в армию, их отправляют мальчишек. Но когда они приходят, о них же тоже надо помнить. И если мы сейчас тем ребятам не отдадим как бы вот эту дань, да, памяти, их действиям, их событиям, их честному выполнению долга, то тогда вот мальчишки, которые сейчас идут, они, глядя на это, они скажут, а зачем я пойду-то? Автомат в кусты лучше в кустах отсидеться. А родину кто будет защищать? Отечество, мать, сестру. Виноватую улыбку ты не прячь в военкомат. Говорят, была ошибка много лет тому назад. Там, где горки под крестами золотым обведены, кто-то с сонными бровями двинул в сторону воины. И рванули батальоны от речей навеселе, по нерусской опаленной, ненавидящей земле. Золотая чья-то слава, чей-то звездный и дистал. Уж какая-то ошибка, коль обещана медаль. Девять лет носили стойка, груз приказов и гробов, а в России перестройка аппаратов и штабов. Реагировали гибко, это что там за война? И кивнули, да, ошибка, но ведь ошибка не вина. Мама, это не ошибка, я действительно убит. Вот эта выставка, она сподвигла людей на то, чтобы вот именно творить, высказывать свои чувства в стихах, в форме стихов. Даже песни есть, посвящены вот нескольким холстам. И те песни, которые написаны были во время военных каких-то действий, да, фронтовые, я так называю, ну, военных шансон, то они попадают, как иллюстрации, а не друг друга как бы иллюстрируют с картинами. Но много сейчас вот эта выставка, много сподвигла, даже вот, ну, те люди, которые не видят, но они все тут тоже пишут. Сила живописи такова, что, задевая невидимые душевные струны, она порождает поэзию. Как точно заметил Леонардо да Винчи, живопись – это немая поэзия, а поэзия – это слепая живопись. Пророки являются в белых одеждах. Это цвет непорочности и чистоты. Они дарят людям надежду и осознание красоты. И возгорается чистое пламя среди пошлости и невзгод. И все, что было вверх ногами, становится наоборот. И оттого, что порой бывает тошно, рождается новое сущее. Если черный квадрат – это темное прошлое, то белый квадрат – светлое будущее. Среди откликов на выставку «Цветные сны» были и эти стихи инвалида по зрению Сергея Маркова. Я хочу сделать дальнейшую большую перспективу иллюстрации к книгам, написанным по Брайдам. Хотя бы по одной-две иллюстрации к книге, которые бы открывали литературный образ, дополняли произведению литературы. Оказалось, что учебников для детей тотально слепых практически нет с иллюстрациями, то есть для самых маленьких только. Поэтому вот эта тема, меня она волнует, и поэтому я сегодня здесь. А Вы хоть имеете представление, как слепому понять вот эту многопланную? Перспективу, да. Дело в том, что тактильное восприятие имеет определенные ограничения. Мелкие детали, чересчур мелкие детали, тем паче, как Вы говорите, вдали лес, гора, эту перспективу я просто не увижу, не пойму. Дело в том, что зрительно воспринимается сразу все, мгновенно, да? А незрячему человеку нужно рассмотреть руками каждую деталь. И когда вот их много, они сливаются, и очень трудно разобраться. Очень трудно, понимаете? Не потому что... Я понимаю Вашу идею, что как бы дать более объемное представление незрячему человеку. Идея хорошая. Идея хорошая, да? Но может быть композиция сама по себе, деталей может быть чуть поменьше, и композиция покрупнее. Вот, понимаете, для незрячего действительно важно рассмотреть каждый предмет в отдельности почти. Безусловно точно высчитано, что 90% информации человек познает через зрение. А сезание это дополняет только зрительное... Ну, может дополнить зрительное восприятие. А если у людей нет зрения, оно в какой-то степени может его восполнить. Я, конечно, очень признательна людям, которые стараются для незрячих, для других инвалидов что-то сделать. Расширить их там горизонты, кругозоры и прочее. Но, понимаете, не всегда вот это делается с пониманием специфики. Я помню вашу выставку, помню эту картину «Чёрный тюльпан», вот я запомнила даже. Я помню подорожник, и там пустыня, как бы маковыми зёрнами усеяна. Можно это как-то что-то трогает. А вот репродукции, тут уж совсем, вот извините, ничего. Вот к тебе, как я смотрела, вообще ничего не было. Это не сразу, потому что здесь всего, сегодня всего много. Но постепенно, чтобы человек привыкал, что да, вот можно этот мир воспринимать вот так. Что можно произвести из художественного произведения, ещё как бы, потому что там всё обобщённо, более обобщённо, чем на самом деле всё это выглядит. Но там есть образ. И я бы хотел, чтобы этот образ доходил и до вас. Я же не знаю, как вы воспринимаете. И я бы хотел, может быть, вместе с вами научиться, или вместе мы могли бы научиться, попытаться отобразить мир, как вы его ощущаете. Есть мнение, что слепой человек больше понимает мир зрячих, чем зрячее слепого. Многие из видящих считают, что, видимо, и незрячим это мир тьмы и ночи. Но ведь зрительные ощущения у незрячего – это нечто совсем иное. Он не может отличить чёрную от белую, но для него это нормальный мир. Он другого не знает. Слепые не могут видеть, но они могут себе представить. Главное – не быть слепым душой. Главное – уметь видеть сердце. В юности Виталий Петрович Андросов закончил художественное училище. Профессиональным художником не стал, но любовь к живописи пронёс через годы. С возрастом потерял зрение. Сегодня лишь один из его глаз видит на уровне светоощущение. Виталий Петрович, вот эти две работы, да, это можно как бы сделать такой вывод, но на протяжении сорока лет. Вот одна из ранних работ, я гляжу, что она похожа на «Малый Галант». Вот видно, что вы очень тонко прописывали детали какие-то, да, вот есть полутона, там, объём. Вот это то, что было раньше. И вот та работа, которая сейчас, да, это одна из последних работ, вы уже года два, наверное, не пишете, да? Да, больше, наверное. Да, больше. Больше. Когда потеряли зрение. Да. Вот там она ещё, вы писали, как бы уже на больше, на память возлагая, да? Да, да. Детали, там вроде попытка сделать детали, и цвет, конечно, уже потерялся, да, потерял своё значение. Оно просто большие пятна у вас там, да? Вот я вижу здесь вот в этом натюрморте детали, там, листочки, зелень, там, то есть они вот какие-то объёмные, есть полутона. А там уже зелёное, и всё, как бы, на этом всё закончилось. Уже тут и употреблялась и лупа, и очки, но они где помогали, где нет, но большинство с лупой. Ну, это, конечно, уже такой труд тяжёлый. Хочется... Труд тяжёлый, а желание... Да, желание побеждает. И вот, значит, это самое... Ну, так думаешь, ну, для себя, не для кого, а для себя, думаешь, ладно, пойдёт. Осталось, это, тяга к искусству, осталось тяга к, значит, рисовать. И хотя зрение уже падает, значит, всё равно как-то на душе спокойно, когда начинаешь какую-то картину писать, значит. Вы знаете, конечно, когда плохое зрение, это беда большая. Во-первых, инвалид. Во-вторых, значит, работал бы, значит, ещё бы... Сколько мог бы я сделать работ хороших, значит, друзьям, там, знакомым. Но этой возможности нет. А теперь вообще нет. А в душе всё-таки ещё хочется? Да, а в душе, конечно, хочется. На даче я ставил, как только солнце, ставлю картину на солнце, и близко, значит, это самое. Я думаю, что если совсем потерять зрение, то можно только делать ну, что-то такое объёмное. Или это будет объёмная, или скульптура, или... А, да-да-да-да. Репка какая-то. Правильно, правильно. Или какие-то рельефы. Допустим, я... Ну, я так думаю, что, может быть, можно рисовать на какой-то такой, типа пластилина, чтобы можно было сделать рисунок и пальцами проверить. Да-да-да, так, не так. Правильно, правильно. Я вот пытаюсь эту технологию найти. Я думаю, что получится, чтобы можно было даже рисовать, и здесь же свой рисунок как бы смотреть, ну, проверять тактильно, пальцами. И тогда этот рисунок, чтобы он был напечатан, допустим, можно было или отливать, или снимать с него, как бы, ну, как высокую печать вот делается. Вот по такой технологии можно было бы... Понятно, понятно, правильно. Виталий Викторович, а слепой от рождения человека, как вы думаете, может стать художником? Мне кажется, нет. А я вот думаю немножко по-другому. Я думаю, что... А что такое быть художником? Это, наверное, отображать свои чувства, отображать, ну, то, что ты ощущаешь, да? Ну. Но он же ничего не видел. Но если ему, как бы, вот... Он же знает, но он ничего не видел, да? Но он ощущает вот на вытянутые руки, да? Да. Это все ощущает. Если ему, как бы, постепенно вводить познание мира, да, вот окружающего через тактильные вещи какие-то, декоративную скульптуру... А, ну, это другой вопрос. ...через рельефную какую-то графику. И постепенно он, как бы, может осознавать этот мир. Однажды Пикассовый сказал мысль о том, что художников нужно лишать зрения. Разумеется, он имел в виду не хирургическую операцию, он говорил о излишней привязанности художников-реалистов к натуре, которая лишает их свободы вымысла, воображения и способности видеть мир таким, каким они его себе представляют. Ведь художник – это не только глаза, это и свое отношение к миру, свое его внутреннее видение. И лишившись зрения, художник может найти другой способ самовыражения. Каждый человек, а не зрячий в особенности, обладает так называемым внутренним зрением. Способностью человеческого мозга адекватно воспринимать окружающий мир даже при отсутствии такого канала информации, как зрение, можно только восхищаться. И вообще человек видит не глазами, они только принимают сигнал, а мозг этот сигнал анализирует. Ведь мы видим сон, хотя наши глаза закрыты. Легче всего тотально слепого ребенка научить видеть кожи. Незрячий ребенок может и не стать художником, но его можно научить творить, понимать и любить прекрасно, тянуться к нему душой. А это зависит и от условий, в которых он рос, и от его желания. Вот все, что связано с миром прекрасного, это вот, видимо, то, к чему они внутренне стремятся и в чем они раскрываются. Это точно. Но каждый находит свою стезю. У кого-то это получается в изобразительном творчестве, кто-то лучше и ярче себя проявляет в музыкальном, кто-то у нас занимается лепкой и создает просто великолепные работы. Вот это творчество, оно в итоге ведь может быть и тем главным, что к чему обычно мы и с чего начинает каждый ребенок. Он в перспективе видит и стремится к чему-то. А творчество позволит просто выбрать им работу, быть нужным в этом обществе, иметь стабильный заработок. Вы знаете, ребята могут забыть многое, многое из истории, из литературы, а вот все-таки если он нашел себя уже в творчестве, это остается с ним до конца. Они готовы к жизни, они хотят творить, они хотят что-то делать своими руками. Один рисует, другой не может, но тот, кто не может, вот сейчас заглядывал мальчик, вы знаете, они приходят и говорят, а я хочу. Вот у нас здесь какой-то такой нет разделенности, я могу, а ты нет, я вижу, хоть с подглядом, а ты нет, нет, они здесь все в одних условиях и как-то нет такого деления среди ребят. Здесь слепота норма, и хотя все ребята по сложности заболевания разные, все не объедены одним несчастьем. Окружающий мир не всегда воспринимает их адекватно, немногие понимают, что у нервзрячих и слабовидящих губительна не только насмешка, но и излишняя жалость. Им нужно помогать делом, к чему, собственно, и стремится художник Георгий Кузаков. Хорошо понимая, что творчество для незрячих это и главный метод лечения и возможность выжить в нашем обществе. Творчество дает обделенным судьбой детям уверенность в себе, удовольствие от ощущения, что я могу это делать и иногда не хуже, а даже лучше других. Благодаря возможности творить, эти дети начинают спокойно относиться к жизни и, конечно, надеяться на лучшее. Я задумал проект такой, который называется «Взгляд на мир». Это я хочу сейчас попробовать как раз провести вот тестирование. То есть я нашел, как сделать так, чтобы произведение искусства, художественное произведение искусства, могли видеть люди незрячие. Это тактильная репродукция. Когда я был в гостях вот в библиотеке, да, для слепых, то я увидел очень много сделанных по Брайлю. Это томасные полки, заполненные этими книгами, но они только текстовые. Изобразительные ряда там не хватает для того, чтобы просто шире открыть восприятие этой книги. Суть иллюстративного материала меня шокировало. И я сейчас, если получится, то я хочу сделать так, чтобы у этих детей было полнее восприятие не только учебного материала. И это им оптимизация будет такого учебного процесса. Им будет интересно даже учиться. Старость живет воспоминаниями, а молодость мечтами. Я еще пока мечтаю, поэтому я думаю, что я еще не так стар. А у мечты, говорят, белый цвет. Да, она всегда чистая, белая. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова